Привет, всем привет! Сегодня я нахожусь в городе Одесса. Приехал я сюда для того, чтобы посмотреть, как работает одесская таможня. Очень давно интересовался этим вопросом, как же можно самому привезти автомобиль за границей и попробовать его растаможить. Приехав сюда, я, конечно, не ожидал увидеть то, что я увидел. Вы сейчас посмотрите, как здесь происходит процесс растаможки. Возможно ли вообще граждане Украины на сегодня самостоятельно растаможить автомобиль или нет. Речь пойдет о Евротерминале. Кто не знает, это Евротерминал, это такая новая услуга, которая не так давно была презентована господином Гройсманом и руководством города Одесса. Была она призвана, сделан этот Евротерминал для того, чтобы людям упростить процесс растаможки автомобиля в режиме так называемого единого окна, чтобы вы не стояли в очередях, вам не надо было бегать от госоргана к госоргану, чтобы вы могли получить автомобиль, прийти самостоятельно, заплатить налоги в бюджет и получить его уже на временных транзитных номерах, выход за ворота и быть счастливым обладателем автомобиля. Ролик этот будет из нескольких частей, обязательно посмотрите все части, будет очень много интересных моментов. Для того, чтобы выпустить все это, мне пришлось оббегать очень много инстанций, побывать в Киеве, побывать во всех возможных инстанциях в городе Одесса. В общем, смотрите, ребята, наслаждайтесь, комментируйте. У кого есть какие замечания по таможне, можете писать мне на электронную почту, которая внизу. Пока я здесь, возможно, скооперироваться, возможно, совместно решать проблемы и довести до логического конца работу Одесского порта. Удачи, пишите, жду. Семь услуг в одном автохабе. Руководство облгосадминистрации и Одесской таможни открывают новейший сервис – автомобильный хаб. В нем владельцы БУ авто смогут пройти процедуры госрегистрации таможенного и пограничного оформления. Автохаб оборудуют на территории евротерминала в Одесском порту. Там ежедневно с 9 утра и до 9 вечера планируют оформлять около 100 транспортных средств. В ходе визита главы правительства на территории Одесского морского порта открыли автохаб. Это первый экспресс-центр по растаможиванию и оформлению БУ автомобилей. Он действует по принципу единого окна. Можно получить госномер, техпаспорт, зарегистрировать машину и провести ее экспертизу там же и ремонтируют поврежденное авто. Это первый пилотный проект. Я считаю, что дальше нам нужно построить Одесскую митницу, которая является митницей всей Украины. Это фактически больше половины, половины товаров проходят именно через Одесскую митницу в Украину. Надо сделать качественный сервис по всем группам товаров. Мы будем установить тут сканеры для того, чтобы делать абсолютно прозоро все митные процедуры. Самое главное – створить единые векна, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, компании, чтобы они не имели никаких оснований, бегать, кого-то про что-то просить и, не дай Бог, кому-то сдавать хабары. Мне сейчас предстоит вам заплатить деньги. Да. Я займу вам чек. Нет, чек – это понятно. Я хочу понять, приз, курант, прайс, за что я плачу, на основании чего я плачу деньги. Молодой человек, это не наше руководство. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут. А подскажите, пожалуйста, а я могу как-то миновать вот эту платную услугу и пройти на территорию евротерминала бесплатно? В смысле, кто я такой, чтобы я заходил бесплатно? Она мне говорит. Я же, что я не в Украине. Я же, что можно. Это бесплатно. Это конституция. Она мне говорит, что бесплатно в Украине ничего не бывает. Нормально, ответ такой. Я хочу просто понимать. Вы мне скажите. У вас это у кого? Отлично. Я теперь хочу попасть, ну, не в администрацию, допустим, на территорию евротерминала этого. Я понимаю, он к вам не относится. Это Одесский код. Абсолютно верно. Я могу миновать в вашу часть и сразу попасть к ним, не платив? То есть, хорошо. Я могу понять ценообразование вашей услуги, из чего она исходит? А как я могу прийти к вам, если мне надо заплатить, чтобы прийти к вам? И то, что это режим, секундочку. Как вас зовут? Я извиняюсь. Татьяна Егоровна, то, что это пограничная зона, это еще не говорит о том, что вы по умолчанию можете назвать сумму, которую я должен оплачивать. Я хочу понимать ценообразование, где тут висит хоть какой-то документ, который говорит, что я обязан на основании какого-то вашего внутреннего приказа оплатить. И суммы. Я могу это увидеть с какой-то печатью, а не просто, что ваш сотрудник говорит мне, вы должны заплатить мне столько-то. Есть какой-то бумага, документ, из которого и будет исходить, что я должен платить. Будьте любезны, вы можете попросить сотрудницу, чтобы она мне показала эти документы. Я оплачу, получу чек и уже буду задавать вопросы. Спасибо. Сейчас специально для вас распечатают. Будете хранить, возить с собой. Вы, я что-то, ну, это нелогичное что-то, я прошу, вы считаете? Да, нелогичное. Вообще нелогичное. Смешное. За 18 лет работают в посту, это очень даже смешное. То есть 18 лет все платили, никто вопросов не спрашивал, я один пришел спросить вопрос. Никто, ни таможня, ни пограничники, никто. Вы верите? Вы смешные. Режимная территория, съемка запрещена. А кем, я извиняюсь? Вы что, смеетесь вообще? Нет, я задаю вопрос. Зачем вы это делаете? Ребята, вы, в общем, сами все видели, как это происходит? Да, обычно я прихожу, все время появляются какие-то перерывы технические, зависают программы и системы. Здравствуйте. Начинается на полиции. Очень приятно. Специализированный для вас. О, сейчас по капитали, я потом поговорю. Можете посмотреть. Почему вы отказываетесь платить за пропуск и не снимаете? Секундочку, можно я пообщаюсь? Можно не на камеру? Нет, нельзя. Хорошо, давайте. У вас к нам какая-то претензия со стороны полиции? Да. Претензия со стороны полиции? Вы нам предъявляете претензию, как полицейский, что мы отказываемся платить? Да. А вы у нас являетесь каким-то фискальным органом? Может, вы у нас процесс оплаты как-то контролируете в стране? Можете. Что? Вот я полицейский, вот шапка моя. Что вы? Мы осуществляем охрану порта. Кто-то здесь, может быть, нарушает общественный порядок? Да. Кто? Вы. Чем? Потому что снимать на территории порта нельзя. Я еще даже не на территории порта. Вот уже территория порта считается. Что, окошко вот это? А, то есть, если я вот так буду проходить и выше забора по дому камеру, вы не снимаете лицо, нельзя, да? Нельзя, это мы можем. Я согласен. У вас вести к пограничникам. Алисловуйте. Идем к пограничникам. Дополнительно серьезно, пойдемте. Хорошо, сейчас, пройдемте. Документы, дай, мы пойдем к пограничникам, меня ведут, ну, что будет. Возьми, пожалуйста. Сейчас я позвоню, пожалуйста. Так, а зачем вы тогда пришли? Пусть пограничники переходят. Все, значит, смотрите, вам сейчас пропуска оформят. Спасибо. От евро-трима, но на будущее, смотрите, как это все происходит. Машина просто так сюда не попадает. Есть ответственные человек, которые отвечают за доставку. Это экспедитор. Да. У каждого экспедитора есть договор с детским портингом. Спасибо вам большое. Все, мне за что. Всего доброго. Если что, обращайте. Спасибо. А я извиняюсь, как вас зовут? Не надо. Вы у нас являетесь кем? Просто мне... Директор грузового комплекса. Все. Спасибо большое, Ана Берина. А платить ничего не надо? Нет, не надо. А почему? А вот потому. Платить не надо почему-то. А куда ведете? Что-то надо. Сейчас в пограничном. А мне зачем? Вы меня задерживаете? Да, мы вас останавливаем, не задерживаем. Нет. Есть, секунду, есть в полиции два варианта. Либо вы меня, да, задерживаете, у вас есть основания, либо вы меня не задерживаете. Останавливаем, такого нету. Во-первых, вы курите со мной, общаетесь и курите. Это не подобает сотруднику полиции. Во-вторых, еще раз говорю, если вы меня задерживаете, причина для задержания, протокол задержания, и я остаюсь. Идет? Нет, потому что просто нужно... Ребята, вы понимаете, здесь необычная территория. У меня простой вопрос. Вы меня задерживаете? Я вам так объясню, хорошо? Не надо. Задержан или нет? Я задержан? Нет такого останавливая. Я задержан или нет? Я хочу понять. Я заблокирую и пропускаю еще раз. Идите на новом все делать, хорошо? Что вы заблокируете? Пропуска. На основании чего? Потому что вы нарушили уже. Что я нарушил? Вы снимали. И что? И что? Вы не понимаете, что в порту снимать нельзя. Кем? Кто запретил? Потому что я подчиняюсь... Согласен закону? Вы да, я причем? Я подчиняюсь пограничникам, правильно? Здесь пограничная зона. Я причем? Вы нарушаете пропустой режим. Я еще ничего не нарушаю, я еще даже не зашел. Вы снимали. И что? И снимали, да. И что? Что я нарушил? Вы нарушили установленный режим. Оформляйте. Вот мои документы, протокол задержания. Я не составляю протокол. У меня нет функциональных обязанностей. Дайте я пройду, там мой товар. Не пройдете вы. Вы пройдете, когда придут пограничники. Да мне они не нужны, они вам нужны, не мне. Они нужны нам, чтобы вас оформлять. У меня есть пропуск, у меня есть документы, у меня есть доверенность от фирмы, у меня есть товар за этими дверьми и полиция меня не пускает. Вы в своем уме, скажите мне? В своем уме. Пустите меня на территорию таможния. Вы не будете снимать на территории квартала. Да я сам решу, я не буду. Я буду сам принимать решение, что... Не будете принимать решение, не будете. Это погранзон. Как это не нужно? Понятно. Как это не нужно? Привет. Здравствуйте. Мы хотим попасть на территорию порта. В чем проблема? Нам говорят, что мы вас должны ожидать, и для каких-то целей я не знаю, какие. У нас есть пропуска, паспорта, да, ребят. Ну это полный бред. Я объясняю людям, что на территорию порта нельзя заходить и снимать. Они берут камеру и идут. Не снимай. Вот уже территория порта. Вы пересекаете... Ну правильно, в принципе. Тут согласен. Хорошо. Я пересеку, а вы оформляете, ребята. Я же не против. Поймите ситуацию. Вы должны на проведение всех видео, фотосъемок... Вы ошибаетесь. Я ничего не должен никому. Ребята, если вы считаете... Вот документы мои. Если вы считаете, что мы что-то нарушили, я вас очень прошу, как представители... Вы когда получали пропуск, вы ознакомились с технологической схемой, вы читали, что написано? Я вам еще раз говорю. Если есть с нашей стороны нарушения, мы не против, чтобы вы нас оформили. Ну вот, смотрите, вы слышите себя, так? Да. Вы меня слышите, о чем я говорю? Я вас слышу. Вы вас вызвали. Мы что-то нарушили. Ребята кричали в два голоса, что мы нарушители, что мы уже нарушили. Я прошу, пожалуйста, заставьте. Вы своими действиями будете нарушать. Хорошо, я не против. Будьте любезны. А то, что они сомали контролеров, там сомали... Можно вас на секундочку? Возьмите, что надо... Что вы с этими пропусками делаете? Как вы их проверяете? Что надо делать? Нас никто не задерживает. Никто не задерживает? Что нам надо делать? Мы можем пройти? Будьте любезны, вот наши документы. Сейчас принесут... Надо составить ад за конфликтную ситуацию, то, что произошло. Составляйте, я при чем? Я сейчас принесу ад. Акт. Я его должен подписывать? Ну, вы подпишите. Я акты никакие не буду подписывать. Сейчас составим и пройдете без проблем. Составите что? Акт на меня? Да. Сейчас, подожди. Кто нас задерживает? Вы? Я не задерживаю. Таможня нас не задерживает. Пограничники не задерживают. Я вас не задерживаю. Полиция не задерживает. Кто нас задерживает? Я не могу понять. Я не задерживаю. Тогда мы пойдем заниматься работой своей. Составляйте, мы в акте не участвуем. Это ваш внутренний акт. Хорошо. Мы и при чем? Надо чуть подождать. Алло. Две минуты. Ну, что там? Сейчас принесут документы. Слушайте, мы пойдем. Ну, выйдите, ребята, мы хотим пройти. Ну, вот по вертушке вот сюда. Вы выходите отсюда с белого окошка. Ладно, хорошо. Детский сад. Что вам надо? Пропуск? Ну, вот зайди сюда в дверь. Другой коричневый дверь. Давай в улице кладем. 17 лет. Я. Вы? Задержу вас? Да. Расскажите. Ну, просто первый раз крик, а я не особо разбираюсь в этой ситуации. У нас все... Заходи. По фамилии у нас есть еще физические... Как это называется правильно? Физические лица. Физические лица. И... Физические лица. Не запрещено. Можно, да? Просто будет очень, знаете, как... С одной стороны, не очень правильно, если вы подойдите в твердом виде. У нас очередь идет, да? Ну, как бы... Правильная очередь. Люди подались, и они по очереди вытягиваются от буфера. А вы придете в твердом виде и скажете, оформите нас. А что вы там не верили? Что они по очереди? Мы не можем проконтролировать ваш этот буфер. Почему вы должны контролировать наш буфер? Ну, почему бы нам его не контролировать? А вы почему? Вы из какого-то контрольного органа или что? В чем право? Ну, вообще у нас по Конституции Украины, граждане Украины имеют право контролировать органы, государственные органы. Я не понимаю, что нам запрещают это делать? В смысле? Что нам запрещают контролировать государственные органы. То есть вы, в принципе, можете прийти через компьютер по инспектору, взять свой пароль и оформлять декларацию? Это в вашем понимании так мы это говорили. По крайней мере, мы можем это делать в виде информационных запросов, в том числе и устных запросов. Хорошо. Сейчас в чем вопрос? Скажите. Можно личный вопрос на задаче? Да, пожалуйста. Если вам не трудно, скажите, пожалуйста, какова заработная плата? Пять тысяч гривен. Пять тысяч гривен. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, сколько стоит ваш айфон? Знаю. Да. Объясните, пожалуйста, как с такой зарплатой можно позволить себе ходить с таким телефоном? А вы знаете, что я вам не в полномочия отвечаю на эти вопросы? Я не в полномочиях. Хорошо. Я вам задал личный вопрос. Вы знаете, сколько стоит ваш мобильный телефон? Пожалуйста. Я знаю, сколько стоит мой мобильный телефон. Как можно купить его за пять тысяч гривен? Пожалуйста. Что, пожалуйста? Выйти мне с вашего кабинета? Выйти. Почему? Потому что. Но мы с вами сейчас в процессе диалога. Мы в процессе диалога. Вам не понравились руки от моей камеры? Уберите сразу. Сразу. Какая провокация? В чем провокация? Мы можем ответ от вас получить? Сейчас он у вас этот... Сейчас он у вас этот... Смотрите. Оп! Для чего было это сделано? Оп! И все. Что? Ну, не отвечает он вам. Ну, напишите это. Я верю. Напишите письменную жалобу. А зачем нам писать? Мы ее задаем. Кому? Ему на него же, что ли, написать? Нам сказали еще раз, что мы можем подать в таком виде сразу. У нас есть очередь из тех, кто подает в бумажном виде. У вас есть очередь из тех, кто подает декларации. Вчера мы это обсуждали с руководством. А как-то делятся декларанты между теми, кто подает в бумажном виде? Мы не сказали, что в бумажном виде сразу принимают это. Мы поэтому сегодня... Кто он сказал? Согласно чего это сказали? Руководитель ваш сказал. Руководитель сказал, что вне очереди принимаются бумажные декларации, да? Он тебе сказал, что мы сразу можем подать, а это сразу принимают. Не, ну мы это в любом случае, конечно, мы принимаем и... Поставьте нам время приемов и дату. Когда я приму ее в базу, да, тогда я сразу это сделаю. То есть? То есть у меня в оформлении еще 4 декларации, которые были поданы до этого. Которые я должен оформить и сразу заняться вашей декларацией, правильно? Я не знаю, как правильно. Скорее я прихожу, сразу подаю. Мы можем даже открыть с вами кодекс, и я покажу, согласно чего это... Это... это самое. На. На. Таможенное управление начинается после предоставления таможенному органу, таможенной деборации, для всех необходимых для осуществления таможенного управления документов, сведения относительно товаров, транспортных средств, подлежащих таможенному управлению. Я читаю процедуру, это статья 72, начало таможенного управления. Хорошо, я не могу найти, все, я принимаю деборацию. Мы просто сегодня читали, мы, к сожалению, именно для этого не... Ну, я читал, я, честное слово... Ну, я вам верю, я не пишу, я там... мы просто хотим сделать это как можно поздравить. Это Ешка. Ешка и ДЕшка, да. Еешка и ДЕшка, там номер мы впишем, начнем, тогда мы будем знать. А вот я вам, вот, пожалуйста, носитель. Благодарю. Отдышится. Отдышится. Спасибо большое. Это точно. Мы еще не уходим. Здравствуйте. С кем начнем? Доброго дня. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, насколько добрый он, мы сейчас узнаем, конечно. Я вас слушаю. Державная прикордонная служба Украины. Старший лейтенант Резак. Державный лейтенант Резак. Не-не, мне все вашего не надо подозревать. Ваш лейтенант полиции. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Предведь, пожалуйста, ваши документы, которые посвящают особо на право перебывания в пункте пропуску. Основание какое у вас? Есть один маленький момент, что, как показала практика, здесь сейчас мы не находимся на пункте пропуску, потому что, согласно тому, как мы отправляемся за стаможенные грузы, это не является пунктом пропуска. Ваши документы еще посвящу собой. Каким чином вы потрапили на территорию пункта? Возьмите в руки, я вам даю. Не бойтесь паспортом. На территорию пункта пропуска. Хорошо. Через ваш штурникет. Это не наш штурникет. Чей? Это КПП номер 6. Я не знаю таких нюансов. КПП 6 или 7. У меня ее нет. Мне не надо никакая перепуска. Я пришел в госорган. У нас в госорган на сегодняшний день, допустим, если я захочу прийти в отделение полиции или в ЖЭК, мне не надо никакая перепуска. Я имею беспрепятственное право, как граждан Украины, я закончу свободно перемещаться и попадать к органам власти. Это ваше право. Я принял до Конституции Украины. Вы, как граждане Украины, должны соблюдать новые законы. Извините. А оплачивать я должен проходить? У меня к вам прямой вопрос. Я должен оплачивать визит в госорган? Погодите. У меня прямой к вам вопрос. Я вам задаю вопрос. Абсолютно верно. Незаконным шляхом. Правильно я разумею? Неправильно выразумею. У вас нет перепуска на право. Я вам еще раз поясняю. Я закончил. Перепуска выдается платно. Без платного получения пропуска в данный пункт пропуска нет возможности. Я еще раз задаю вам вопрос. И полиции, как представитель власти, вы должны первую очередь им заинтересоваться. Почему в госорган платный вход? Мне нужно с вами пообщаться по поводу 16.37 минут. Ну допустим. Я не знаю. Вы выявили, что вы попали на территорию пропуска в МТП Одесса. Вот это не так. А, вы пришли в 16, да? Ну допустим. Без пропуска. Без пропуска, который дает право вам перебывать на территории МТП Одессы. Это есть нарушение статьи 23 закона Украины. Которая передбачает? Про державный кордон Украины. А также наказу 98 пункт 31. Угу. Хорошо. Что от меня надо? Я не против. Что это передбачает статью? Это нарушение ведет за собой ответственность по статье 202 КУПАП. Которая? Которая передбачает штраф. Сумма от 112 до 170 рублей. Пацаны, это дешевле, чем купить абонемент на месяц сюда. Вы серьезно? Нам реально дешевле перепрыгивать через забор. Так становится законодавством. Мы готовы оплатить штраф на месте. На месте не есть. Процедура, соответственно. Процессуальное оформление. Я нашел способ, как сэкономить, попасть в пункт пропуска. Материалы справа без вас. Это важный способ. Материалы справа без вас. Материалы справа без вас. За место вашего проживания. Фактически. Я хочу о переносе дела. Клопотание написать. И чтобы воспользоваться в своем голосе права по месту фактического проживания. И вы это туда переносите. Хадатайство это называется. Ты просто пишешь, ты просто подано хадатайство и все. И прилаживаешь его к материалам дела. Я не кричу, а говорю. Кричать на меня не надо. Это военный голос. И что кричать не надо? Уберите камеру. То есть вы считаете, что вы так встречаете граждан, это есть адекватное поведение? Я что-то нарушаю? Берем, берем его, короче, вводим. Ну берите. Я не понимаю. Что вы делаете? 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 Руки уберите. Сейчас будет происходить досмотр. Это самая интересная часть. Причем досмотр буду проводить я. Да я иду в государственный уровень, уже больной. Идемте. В Запорожье едь разбирайся. Одесса это наш город. И тут мы, общество. Да куда мы будем,introduшь. Трябая нас черный народ здесь из России. Эдемте. Освободите это еще и оборвится. Воippıò 1-1 г Well bull. Трябая нас руку. Итак havx SVIL rvev. Продолжение следует...